Если ничего не поменяется кардинально, хотя тут уже предсказуемо, тут же недавно Трамп выступал, а они карантин до 30 апреля продлили и сказали, что мы надеемся, что к 1 июня уже все нормализуется. То есть, в принципе, это просчитывала ситуация, потому что первоначальные заявки о снятии карантина к Пасхе, они выглядели, я честно скажу, что не буду, они будут открываться по-любому, просто оно может быть уже открытие с определенными ограничениями, то есть какие-то зоны они локализуют, типа Нью-Йорк будет, допустим, более жестко, все остальные будут открыты, Если хочешь приезжать, условно говоря, отдыхать во Флориду, прилетай во Флориду, а Нью-Йорк будет, допустим, ограничен, то есть они в таком виде все равно начнут открываться, потому что надо показать, что порядок. Сейчас просто на этой истерии, когда действительно умирают люди каждый день, и это в новостной ленте идет, делать вот эти движения, что мы локализуем только Нью-Йорк, а везде, в остальной стране, пускай делают, что хотят, психологически просто это плохо очень выглядит, Должен вот этот пик пройти, который они просчитали с вирусологами, он падает на середину апреля, пик роста заболеваний, потом он стабилизируется, и вот он будет на этой стабилизации, пойдет другая кривая на снижение, тут уже как раз они могут себе позволить этот карантин отменить. Интересное время, интересное время настало, то либо вы это делаете вот на первый, как только откроется, месяц попадаете, либо уже откладывается на год-полтора, поэтому вот так. Но здесь сейчас еще нас подопрет экономическая ситуация к СИЗОИ. Я как бы предполагал, но когда я вчера увидел новость, что просят почти миллиард, но оно стало все совсем очевидным. Они, скорее всего, его и получат, потому что Америка нам уже вызвала, по-моему, полтора миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, как и всем другим странам. Но этого мало, этого мало, нам нужно почти миллиард, представляется. Жесть, в общем. Редактор субтитров А.Семкин